Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 13 января и вот сегодня, открыв утром страницу с комментарием на канале, я еще один вопрос увидела по посевам и важно ответить на него именно сейчас, потом он уже будет не актуален. Сейчас мы еще раз поговорим о подборе сортов. Вот Ульяна Сафина, я выписала, написала, какие лучше брать для супер раннего урожая, ранние или средние. И хотя я говорила об этом, каждый год об этом говорю, но все-таки находятся люди, которые или не умеют прошлогодние видео поднимать, искать, или просто может быть думают, что об этом мы еще ни разу не говорили, умудрились пройти эту тему стороной. Нет, все эти видео есть на канале, но вот и для Ульяны, и для тех новеньких, кто добавился и не умеют искать нужное видео у меня на канале, я еще раз расскажу о выборе сортов. Для того, чтобы понять, вот какие сорта из года в год я сею, я прям все тетради взяла. Вот смотрите, посев 2018, посев 2019 и нынешнюю, которую я уже показывала. Ой, не взяла ручку, жаль. Подождите минутку. И по этим тетрадкам вы сами сейчас поймете, и я вам еще расскажу, какие сорта. Начну с того, что для получения супер раннего урожая подойдут любые сорта. Ведь это зависит все от даты посева. Посеяв ранно, хоть средний спелый, хоть ранний спелый томат, вы получите его, естественно, раньше других. Но тут кроется такая у нас неприятность, что не все они по структуре своей, по строению куста подходят для длительного выращивания. И я всегда говорю, что для самого первого, для супер раннего урожая, я выбираю именно коренастые толстоногие сорта. Вот, например, Демидов и Настенька, они же у нас не скороспелки, но так как они толстоногие, и они позволяют себя долго держать в рассаде без ущерба для здоровья. То есть они не вытягиваются, у них не истончается стебель, они не становятся вот такими, как бывает, когда рассада перестоит, она тонкая, длинная, бледная. Ничего этого они не показывают. Они живут своей жизнью, и даже если им немножко уже пора высаживаться, их еще можно держать, передержать, добавлять грунт. И вот поэтому я выбираю не по, как сказать, не по сроку вегетации, например, средней спелой, ранней спелой, а именно по строению вот этого ствола, по строению самого куста, именно ту, которая не вытягивается. Вот у меня здесь написан и москвич, и спиридон, и буян, все они такие толстоногие, и Демидов, и клуша. Тут не толстоногие, у меня только русские колокола, но они тоже невысокие, и толстый джек, он тоже невысокий. Сейчас мы посмотрим, какие в реальности я сеяла. Ой, извиняюсь, а где же сидят тетради? Это перцы. Вот, 18-й год, 28 января, я сеяла именно эти же самые, как я говорила, сеяла Настенька, сеяла Демидов. Все это мои семена, я вот помечаю, что сею, так, сейчас, подожди, сею свои семена. И в этот же день, а, ну не в этот же день, на день раньше, я сеяла Дюшес, он тоже толстоногий, госпожа удача тоже толстоногая, алтайский сюрприз жаростойкий. Все, кроме русских колоколов. Русские, не толстоногие, но я от них не отказываюсь, потому что они мне очень нравятся для раннего урожая. Но вот тут же затесалась у меня в тот год петруша и сибирская тройка, которых я испытывала, и которые у меня не получились, и про которые я сказала, больше я их не буду, они для раннего урожая, они в теплицу вообще сеять, потому что они там очень плохо себя ведут, разрастаются. Вот, девятнадцатый год. Что я сеяла в первую очередь? А, забыла показать. А все остальные уже у меня идут чуть позже. Сейчас, подождите, если я дойду до них. Когда крупнят, то я... Так, это все перец на испытание. Перец, перец, перец. Ой, даже не могу найти, но это старая тетрадь, я заблудилась. Тут очень много перцев, я в тот год испытывала. А, вот, томаты в теплицу, все, которые ботяня, пудовик, все-все-все, это уже у меня февральские посевы. Не буду время затягивать по старым тетрадям. В прошлом году, какие я сеяла в первую очередь? Ну, я про перцы расскажу отдельно, что в самую первую очередь я сею, конечно, перцы, которые ромира, которые колокольчик, которые плохо вызревают, долго. Не плохо вызревают, а им нужно долго. Ромира и колокольчик. Когда первый год я в семнадцатом году сеяла, чуть попозже, февральские посевы вместе с другими перцами, они у меня не вызрели. И вот я пишу, 26 января посев перца крупного с длительным сроком вегетации. Так. А, вот они. Первый посев у меня был в девятнадцатом году, 26 января. Вы видите, что все повторяется. Те же Настенька, Демидов, русские колокола. Я пропустила ряд, забыла, потом искала, искала, оказывается. Ну, это так у меня, короче, получилось, что хотела потом посеять и забыла. Тот же Спиридон толстый джек, клуша, госпожа удача. Все они толстоногие, все они детерминатные. И они все с разными сроками созревания. То есть Спиридон у нас считается как скороспелый, ультраскороспелый. Клуша, например, госпожа удача. Они не скороспелки, так же как Демидов и Настенька. Но они, а, вот джина у нас раннеспелая. Эти среднеспелые. Но все они попали в одну компанию, в один посев. Только по тому признаку, что не вытягивается рассада. Потому что очень длительная. И вот в каждой тетради я себе помечаю, что для раннего урожая сею только свои проверенные семена. Так как пересывать будет поздно. И сею с запасом. И тут же я пометила всхожесть, какая у меня получилась. Из 10 семян джина 10 взошли. Ну, русские колокола я пропустила. Настенька 10 взошли. Королевский 10 взошли. Клуша 10 взошли. Госпожа удача. Ну, короче, все взошли. Подарочный. Одна семечка Спиридона не взошла. Два толстого джека. И три демидова. Ну, в принципе, вот эта схожесть считается... Ну, не только идеальной, но вообще прекрасной. Почти все семена взошли 100%. Одно, два, три семя не взошло. Так что, если бы были большие, например, посадки, посева, это было бы очень хорошо. Ну, все. Вот это был первый. И, надеюсь, я Ульяне объяснила, и тот, кто интересуется этим вопросом, понятно, что посеять можно любой. Конечно, при первом посеве, первый, при ранних посевах, первый посеет, ой, поспеет Спиридон, потом поспеет тот, у кого более длительный срок вегетации. И самые последние поспеют те, которые не ранние именно, а среднеспелые и крупненькие. Это поспеет Настенька, Демидов, Королевский. Они у нас поспеют в последнюю очередь. И только потом, видите, 3-го уже февраля, а взойдут они числа 10-го, я начала сеять вот эти вот, которые любимый праздник, розовый мед, пудовик, чудо земли, загадка природы, Вова Путин. То есть они уже у нас не толстоногие, они вытягиваются в рассаде, и очень рано их сеять проблематично. Все равно их можно вырастить, даже их можно для супер раннего урожая, но вы понимаете, что у них структура куста такая, они в высоту сильно вырастают, они же высокорослые, большинство из них. Они у вас будут упираться, или там вот у меня, например, дорастают до лампы на стеллаже, и мне их девать больше некуда. Мне приходится их таскать туда-сюда, искать им высокое место. И вот мое мнение такое, что если вы хотите супер ранний урожай, не нужно вот этот вот крупняк крупноплодный выбирать. Они, во-первых, и дольше вызревают, формируются, и больше проблем при выращивании рассады. И вот для получения супер раннего урожая я выбираю что попроще. Низкорослые, детерминатные, которые быстрее формируют куст, у них чуть мельче плоды, они быстрее формируют их, быстрее созревают, из-за того, что они такие вот более неприхотливые. Не хотите, если много проблем, то для получения супер раннего урожая выбирайте толстоногие, неприхотливые, невысокие. Вот этими крупными будем наслаждаться чуть позже. Все, до свидания, я надеюсь, вы поняли. Это все, конечно, все это очень просто, об этом вот сейчас я каждый год говорю, и об этом даже некоторые говорят, что вот что одно, одно, то да потому, то да потому. Но есть люди, вы понимаете, у нас разная аудитория, есть те люди, которые ни разу этим не занимались, и для них это очень важно. Я же стараюсь не только тем, кто уже все знает рассказать, но больше всего тем, кто вообще ничего не знает. Вот это еще одна будет такая небольшая часть, вашу копилочку, кошечный кусочек знаний. Все, до свидания.